Уникальная модель гигантской стрекозы один к одному. Именно такой она и была. Размах ее крыльев достигал 70 сантиметров. И жила она сотни миллионов лет назад, тогда, когда еще даже динозавров не было. Макет доисторического насекомого своими руками создали самарские умелицы Николай Стрижов и Лариса Николаева. Работали с отпечатками крыльев на камнях, найденных археологами, и записям ученых. В ход шли самые неожиданные материалы. Само тельце стрекозы из пенопласта, крылья из пленки, щетинки на брюшке из ворсинок от щетки, покрашенные краской для волос, коготки на лапках из иголок кактуса, а для перламутрового щитка использовали лак для ногтей. Восемь месяцев и стрекоза готова. Мы кличку ей не давали. Так видовое название меганевра была, мы так ее и звали. Название такое полуругательское немножко. Она поэтому и запоминается. А когда еще чуть-чуть тяжело идет, то прямо так и говоришь, ах, меганевра. Название вида стрекозы – меганевра – означает крупные жилки. Это одно из крупнейших насекомых всех времен. Летала она медленно и неуверенно, как и все насекомые каменноугольного периода. Она была хищником, питалась она тоже летающими насекомыми, более мелкими, вымершими, палеолектиоптеры назывались эти. Доисторическая стрекоза улетает в палеонтологический музей имени Борисяка. Как отмечают специалисты, еще никому не удавалось делать настолько точную копию древнего насекомого. Марина Матвеевшина, Сергей Баскин. События.